Приготовьтесь, ребята, сейчас вы будете очень жестко бомбить, потому что настолько наглого нарушения правил игры я еще никогда не видел. За то, что будет происходить в этом бою, нужно банить откровенно большое количество игроков. Внимательно сейчас смотрите, я думаю, вы очень скоро поймете, почему данное сражение прям крайне подставное, максимально подставное. В общем, ИС-4 наш обычный парниша, случайно совершенно, ну как минимум он так утверждает, попал в этот бой и столкнулся с такой штукой. Ну в общем, пока давайте посмотрим начало боя, оно вот на первый взгляд вполне обычное, нормальное, и чтобы вы поняли, вот когда наш ИС-4 сам догадается, в чем здесь прикол, чтобы мы вместе с ним догадались. Очень внимательные игроки уже видят, в чем здесь нарушение правил, где здесь подстава и за что нужно банить кучу игроков. Уже сейчас видят, так что присмотритесь внимательно, может пересмотрите начало сражений и поймете, о чем я говорю. Ну а пока что нам это все станет известно буквально чуть позже. И, собственно, счет пока 0-3, сводится наш ИС-4 на центр, откидывает блайны. Пока здорово дамага дать у него не получилось, но, как говорится, все еще впереди. И разворачиваемся назад, союзники вроде пытаются там продавливать, но наш герой решает, наверное, вернуться, что ли, на базу. И там помочь союзникам, которые вроде бы там пытаются дефать, ну, по крайней мере, пока что так кажется. Ну, смотрим, короче, дальше. Так, даже в городе у нас кое-что получилось. В итоге, посмотрите, СТХи при поддержке Т57 Хэви, они сейчас додавят 2.77 и город, считай, мы выиграли, в принципе. Не удается пробить тут 2.684, это не радует. И сейчас, наверное, многие уже замечают прям откровенно кое-что подозрительное в этом бою. Ну, а перед тем, как мы вместе уж точно с вами это заметим, я вам еще хочу, ребят, напомнить о том, что спонсоры этого ролика, ребята, с обалденного сайта ВотГолд, где куча халявы для вас. Во-первых, слева на сайте есть такая классная штука, как она называется, колесо бонусов. Абсолютно просто так можете его крутить, и оттуда и голду, и премтанки можно в итоге отхватить. В общем, там реально очень крутые подарки. Кроме того, там сейчас бешеные скидки на главный кейс. Есть также другие эксклюзивные кейсы. И самое интересное, ребята, это секретный промокод, который вы можете ввести на сайте ВотГолд, и, например, кстати, еще и на сайте ВотКит. Но советую сейчас именно на ВотГолд попробовать. Вводите вы его при пополнении счета, то есть там вверху справа кнопка пополнить. И где будет графа промокод, обязательно укажите вот именно этот промокод, который был сейчас на экране. Потому что после того, как вы его укажете, вы сразу после пополнения счета получите эксклюзивный подарок-бонус. Вы вот счет пополнили, и вам сразу бонус начисляют. Кроме того, по этому промокоду плюс тысяча к удаче лично от меня. Вот так. Я его взял, заколдовал вообще. Поэтому это реально самый классный промокод. В общем, если что, ссылочка на сайт ВотГолд и промокод в закрепленном комментарии под этим видео. Перепишите. Промокод еще и на ВотКит работает. И, в общем, я успел до того момента. Вот сейчас наш ИС-4 выглядывает в сторону базы, выкатывается здесь и пока ничего не понимает. Я специально здесь обновил свободную камеру, чтобы подлететь чуть поближе и, так сказать, показать вам эту красоту. Вот она. Вот это типичные союзники. ИС-7-1, ИС-7-2 и 62-ка. Не, ну вы посмотрите на это. Вообще, это наглость. Смотрите, что сейчас дальше будет. Он сейчас с ними будет сближаться. В общем, вы понимаете, что происходит. Я сейчас объясню. Это чисто настрел дамага. Враги знают вот, что как раз таки, посмотрите, там стоят эти три АФК-шера, которые специально выставили свои задницы. И они спокойно на халяву будут настреливать сейчас по ним дамаг. Набивать себе статистику. Это вот чисто наглая подстава. И вот довольно сложно в том еще и дело разгадать, кто из врагов мутит эти подставы, а кто случайно попал в бой и просто вот приехал, обалдел и от жадности Квак-Ван начинает набивать дамаг. Главное, чтобы случайно потом в бан не отлететь. Ну вот так у нас в рандоме случается. Я на всякий случай показываю ники. Еще во время итоги боя посмотрим. Ну вот это, конечно, сверх наглости. В целом, мне кажется. Вот этих троих нужно точно забанить, я думаю, сразу. И желательно навсегда. Потому что такие игроки навряд ли уже исправятся. Хотя я не думаю, что это вообще игроки. Возможно, это боты. А игроки как раз таки во вражеской команде. Они похитрее. Так, и вот они сейчас выкатываются. И следующий ИС-7 тоже будет отлетать в ангар. Вот такие ситуации в рандоме, ребята. Так что будьте готовы ко всему. Мне показалось, или ИС-7 там еще башни двигает? Не, по-моему, мы его просто толкаем. И вот наш ИС-4 еще умудрился использовать ИС-7 как защиту. И в итоге, ну, предпоследним отлетает в ангар. Вот такое поражение. Но что еще могло быть? Вот такие подставы мутятся в рандоме. Имейте в виду. Смотрим итоги. А вы промокод пока перепишите. Ну и вот результат, ребята. Вот такое обидное поражение. 2 628 дамага всего. Хотя вот Объект-907, ему, наверное, больше обидно. Он старался, и Хэвик старался. Тут у нас еще несколько нулевых игроков. Ну, а эта троица, это просто вообще позор. Ну и вот, как мы видим, во вражеской команде, кстати, тоже на ИС-7. Видите, есть подозрительный ИС-7. ИС-4 с нулями урона. Возможно, тоже боты. В общем, ребят, увидимся в новых видео. Одно из них вон вверху справа. Ссылочка и промокод в закрепленном комментарии. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...